Деревня Серебряной Поляны Для того, чтобы отобрать у него документ, нужно просто догнать его, даже не нажимая. Лошадь данного всадника оставляет огненные следы. Замечательно. Я попытаюсь в тот раз продать этот документ получше. Извини, было что-либо странное с лошадью? Похоже на провидение? Хм. Я не могу сказать, что я видела что-либо подобное раньше. Что случилось так быстро, я почти уверена, что это была обычная лошадь с необычно отвратительным наездником. Наш персонаж повысился по уровню. Ты не могла бы сходить в Дом Совета в деревне Серебряной Поляны. Копии свидетельства должны храниться там на случай, если что-то случится с оригиналом. Не должно остаться и тени сомнения, что я законный владелец этих земель. Добраться туда несложно. Поезжай по этой дороге на север к холму и двигайся в сторону замка Серебряной Поляны. Ты его не пропустишь. Это важное историческое здание, которым уже много поколений владеет семейства Сидверглейд. Вот документы. Смотри, не потеряй. Возьми копии свидетельства у Томаса и отвези их в Дом Совета в деревне Серебряной Поляны. Данное задание расширяет границы, доступные для персонажа. Если до этого мы могли кататься только в районе Высокогорья Нильмир, Морланда и Форт Пинта, то сейчас, выполнив это задание, мы откроем дорогу в Серебряную Поляну. Обычно, любой начинающий игрок, который впервые в жизни едет в Серебряную Поляну, будет проезжать ее по официальной дороге. По пути нам встретится вот такой персонаж, которого раньше, кстати, не было. Ты не видела тут поблизости пробойник с четырьмя зубцами? Он похож на толстую вилку. Нет? Вот беда. Помоги Фаре вернуть ее потерянные вещи. Меня зовут Фара, а это чудесный парень в перьях, Тоби. Мы как раз направлялись в Вейлдейл, когда я наехала на кочку, и, как видишь, все мои вещи рассыпались. Вейлдейл? Это чудесная деревня в лесу Холлов. Не была там? Я собираюсь открыть в ней мастерскую прямо на берегу реки Серебряной Песни. Но сейчас мне нужно найти все, что упало с повозки, которые из этих вещей просто незаменимы. Некоторые. Я могу помочь. Правда, это было бы здорово. Вдвоем мы справимся гораздо быстрее. Нужно помочь собрать все вещи. О, ты нашла мой ткацкий станок. Кстати, ты знаешь, что в 19 веке станки оснащали перфокартами, чтобы ткать было удобнее. Эти станки вдохновили математика Аду Лавлейс и стали первым шагом на пути к изобретению компьютера. Обожарю историю ремесел. Мои инструменты. Пробойники, шильеры, сцы, ножницы и все остальное. Некоторым из этих семейных ценностей передавались из поколения в поколение. Вижу, ты нашла запас печенек Тоби. Они сделаны из сушеных сверчков и мучных червей. Тоби любит насекомых, чтобы он не говорил. К тому же они очень питательные. Угощайся, если проголодалась. Кажется, это рулон кожи, верно? А вот и нет. Это мягкий и прочный материал делается из грибов под названием юрканта. Идеально подходит для изготовления сёдел. Ох, осторожней с этим. В дневнике моей бабушки записаны традиционные технологии друидов, которые были почти утеряны. Не знаю, что бы я делала без этой книги. Собрав все предметы, возвращайся к Фаре. Все на месте. Мне повезло, что ты оказалась тут. Кажется, теперь все в порядке. На этот раз я закрепила все как следует. Ну что, Тоби, готов отправляться? Ладно тебе, что ты так взвернушился. На этот раз поедем медленно и аккуратно. Я так рада, что моя мечта наконец станет реальностью. Только представь мастерская, в которой будут жить традиционные технологии Юрвика. Джессика, если окажешься в Элдоле, то обязательно навести меня. Может быть, я даже расскажу тебе что-нибудь о своем искусстве. Еще раз спасибо тебе за помощь. Скоро увидимся, если будет угодно, Айден. Пока. Мы еще встретимся с Фарой в Элдоле, когда приедем туда впервые. А теперь продолжаем и направляемся в деревню Серебряной Поляны. Как я и говорила, первый раз обычно все игроки едут по дороге, так как плохо знают местность. Но в будущем я буду сокращать свой путь по карте. Джессика стала моим первым персонажем, кто проходит начальные задания во время зимы. Я так этому рада. Вот мы и на месте. Деревня Серебряной Поляны и ферма Стива находятся рядом друг с другом. Советник. Отвези копию в дом. Что это у тебя, моя юная леди? Свидетельство о собственности мистера Морленда? Я понимаю. Я сохраню это в надежном месте. Таким образом, мы открыли теперь задание именно в деревне Серебряной Поляны. Привет, Джессика. Прости, я тебя сначала не увидел. Ты видела, что часы в деревне остановились? Подумай только, я ведь раньше не замечал. Они могли сломаться очень давно. Нужно с этим что-то делать. Сломанные часы нам не нужны. Так ведь, Джессика? Большая Бонни нам поможет. Она лучший инженер, изобретатель и часовщик на этой стороне Юрвика. Попроси ее взглянуть на наши часы. Как только вы поговорите с советником, рядом с ним появится девушка. Она расскажет нам о всех заведениях, которые находятся в этом здании. Привет, ты хочешь открыть свой конный клуб? А может, хочешь попасть на эксклюзивную экскурсию по территории клуба? Поговорил с посредником конных клубов. Конный клуб – отличное место для поиска единомышленников. К тому же, с друзьями приключения на Юрвике становятся еще интереснее. Мне всегда очень нравились конные клубы. Так что теперь мое любимое занятие – сближать людей. Может, ты уже многое знаешь про конные клубы, но даже самым продвинутым наездницам не пройдет экскурсия в компании эксперта. Все участники конного клуба получают доступ к дому клуба – и конному манежу. Правда, здорово. Если нужно спокойное место, чтобы обсудить дела клуба или провести голосование, то тебе в дом клуба. А если вы с друзьями хотите покататься верхом или потренироваться, не найдется место лучше, чем конный манеж клуба. У тебя есть минутка? Тогда я все покажу. Скажи, когда у тебя будет время, и я все покажу. Экскурсия по дому клуба. Готова смотреть дом клуба? Посети дом клуба с посредником конных клубов. Скажи, Джессика, ты уже бывала в доме клуба? Нет, я хочу посмотреть. Замечательно, тогда заходи в эту дверь, а я пойду следом. Посещение данных зданий обычно требует наличия клуба. Но в нашем случае, это просто экскурсия. Добро пожаловать в дом клуба. Здесь ты можешь встречаться с участниками клуба и обсуждать с ними все самые важные дела. Осмотрись, не стесняйся. А когда закончишь, мы вернемся назад. Вот так вот выглядит дом клуба. Здесь очень много стульев, этажей, ну а также место для директора клуба. Мне нравится, когда все выглядит нарядно и торжественно. А как бы ты оформила клуб? Надеюсь, в будущем это будет доступно. И тем более тут есть такие стеллажи, которые прям предназначены для наград и грамот. Я думаю, в будущем клубы смогут зарабатывать некие общие достижения и демонстрировать свои награды на этих стеллажах. Этот стол предназначен для самых почетных участников клуба. Если сумеешь завоевать доверие клуба, ты тоже сможешь сесть за этим столом. А это место, отведенное для владельца клуба. Может, им когда-нибудь станешь и ты? Вот мы и посмотрели дом клуба. Готово? Тогда пойдем обратно. Готово посетить конный манеж клуба? Посети конный манеж клуба с посредником конных клубов. Скажи, Джессика, ты уже бывала на конном манеже клуба? Нет, хочу посмотреть. Прекрасно, тогда заходи вон в ту дверь. В манеже клуба вы можете тренироваться, а также записывать разные мероприятия. Плюс, здесь есть еще своя гардеробная. Добро пожаловать на конный манеж клуба. Если тебе захочется потренироваться с участниками клуба в тишине и спокойствии, это идеальное место. Можешь все обойти и посмотреть, чем оснащен наш манеж. А когда закончишь осмотр, возвращайся ко мне. В клубном манеже, как и в обычном, присутствуют лампочки, две доски со схемами. Здесь ты можешь воспользоваться нашим инвентарем. Я люблю тренироваться с конусами, но ты можешь поставить стойки, бочки, в общем, все, к чему душа лежит. Дальше есть трибуны. Здесь можно посмотреть видео с камер по всему манежу. Ты можешь наблюдать за тренировкой друзей, делать фото или даже снимать видео. Многие клубы выбирают определенную форму и цвета, так что мы приготовили для вас снаряжение и наряды. Если ты любишь тренироваться под музыку, обязательно послушай разные плейлисты. А еще у нас есть стойка с угощениями для твоей лошади. Можешь побаловать ее до или после тренировки. Если хочешь изменить укладку игры в своей лошади, Тебе сюда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот мы и выполнили базовые задания для открытия фирмы Стива и деревни Серебряной Поляны А также всех прилегающих к ним территорий Серебряная Поляна очень огромная Располагается вплоть до Вейлдала и до ворот к Золотым Холмам Так что теперь территория стала намного шире Но она доступна только для Старайдера Так что на этом все А я с вами прощаюсь Спасибо, что посмотрели видео Ставьте лайки, пишите комментарии И ждите прохождения следующей части Не забывайте тренировать своих лошадок Чистить их, а также угощать морковкой Всем пока Удачи вам И до встречи в следующем видео